И начну я, конечно, со своего ареста, со своего спецприемника. Огромное количество вопросов, я вижу вопросы. Выступает, как у тебя там все прошло, все ли было нормально. Все было прекрасно в этот раз, потому что я с самого начала попросился в некурящую камеру. Вот у меня был седьмой арест, и я только на седьмой раз догадался сделать такую вещь, сказать, что, ребята, дайте мне некурящую камеру. Это было прекрасно. Лежишь, читаешь, и никто не курит вокруг тебя. То есть некурящая камера, это значит, что из пяти человек курит только один, что, в общем-то, вполне можно терпеть. А самое классное про некурящую камеру, это совет всем. Даже если вы курите, но курите не очень много, проситесь в некурящую камеру, потому что в некурящей камере, скорее всего, вам не попадется наркоман. Наркоман — это самая главная проблема. Он не спит ночью, он ходит, бродит, мучается, страдает, может попытаться повеситься, он будет ломиться в дверь, и все наркоманы курят. И если вы в некурящей камере, то, скорее всего, наркомана с вами нет, и вы можете спокойно спать, можете спокойно читать. Я за 20 дней прочитал 20 книжек. Очень много вопросов по поводу того, какие книжки прочитал. Наверное, напишу специальный пост, что-то из того, что я прочитал. Рекомендую. То есть все прошло у меня хорошо. Леонид Волков вчера вышел из-под ареста, руководитель нашей избирательной кампании, тоже нормально отсидел. Это ужасно, на самом деле, что приходится в ходе избирательной кампании обсуждать что-то. Это звучит странно, потому что какие-то наркоманы, некурящая камера, удачно отсидел, неудачно отсидел. Но это реальные реалии нашей жизни. Почему это происходит? Потому что мы стали слишком большие. И, на самом деле, главное сейчас про нашу избирательную кампанию, насколько огромную политическую сеть мы создали, ну, фактически, впервые за 25 лет в российской политике. Потому что никто никогда этого не делал. Дело не во мне, не в том, что даже я какой-то такой суперкандидат, хотя и отличный кандидат. А в том, что мы сделали эту сеть, и они ее реально боятся, потому что неприятно видеть эти большие митинги, неприятно видеть это большое количество людей, и неприятно видеть тысячи, которые готовы агитировать от двери к двери. Потому что, ну, Кремль понимает, это же настоящая избирательная кампания. Избирательная кампания должна что делать? Должна агитировать людей. Это не про появление в интернете, это даже не вот про эти ролики, не про видео, оно про агитацию людей. Вот мы построили систему, которая много кого может переагитировать, и поэтому нужно постоянно изолировать меня, и сейчас в рамках их стратегии они еще у Волкова постоянно сажают. Вот карта, вы видите, сколько штабов мы открыли по всей России. Леонид должен будет 7 ноября ехать в Нижний Новгород, где у него еще один суд. Есть вероятность, что его снова суток на 20 упакуют, но в этот раз мы подготовимся, и без него никакие процессы у нас не остановятся. Поэтому ничего хорошего на самом деле нет в этом 20-суточном аресте, ничего не такого и ужасного, но это, конечно, признак того, как они боятся, поэтому, ребята, еще раз хочу сказать, мы молодцы, что построили это, мы молодцы, что смогли профинансировать это, и вообще мы молодцы, спецпереемники все нас поддерживают. Субтитры создавал DimaTorzok